друзья всем привет обзор на штангенциркуль электронного формата в электронном таком исполнении купил за 350 рублей вот не хвастаюсь просто решил показать вам поделиться стоит она того или не стоит дешево очень привлекла цена он сделан из пластика давно себе хотел приобрести его он гостовский конечно же и здесь на точное измерение претендовать не стоит но удобная вещь для быстрых каких-то замеров примерных внутренний радиус внешний радиус на толщина длина глубина вот такая вот тема смотрите вот он достаточно такой тяжеленький вот это вот часть вот эта часть она такая пластиковая да ну приятная на ощупь все сделано приятно по-честному вроде бы да тут такой пластиковый чехол симпатичных даже не пластиковый а полиэтиленовый такой ну как бы плотный мне как раз кейсики с собой таскать по-быстрому у меня есть железный штангенциркуль тоже не гостовский ну деревянный кейсики таком неудобный а этот вот таком пластмассовым на что меня тут привлекло внимание он очень чуткий какой-то и вот обратите внимание да вот смотрите он сейчас вы выключенном состоянии и плотности вот этих губок щелей никаких нету вот пластик я стараюсь прочный ломать конечно не стоит это все таки такой инструмент нежный но пригодится и вот смотрите что здесь опять же но повторяюсь привлекло внимание вот он на выключенном состоянии автоматически он сразу отреагирует если его отодвинуть если его вы перестаете пользоваться он через какое-то время сам отключится или вы можете принудительно нажав вот эту кнопку включить выключить of он красный также смотрите здесь есть такое переключение десятичные цифры и вот такие вот единичные цифры также здесь есть кнопка миллиметры и дюйма то есть метрическая система и дюймовая как бы достаточно так нормально выглядит здесь вот видите есть губинометр вот такой вот очень конечно хрупенький гибенький такой не железный я видел такие металлические штангенциркулер они дороговато как-то стоит этот как-то не жалко стало приобрести 350 рублей это три пакета молока он тут такой компании я не знаю что такое fine power руководство эксплуатации то есть не сочтите за рекламу это просто но обзорчик может кто-то планирует себе приобрести вот тут такая движется инструкция да то есть как-то по-честному всех более-менее да то есть хоть и ну это можно обозвать ноунейм конечно здесь просто брендировали вот это дело вот эта компания которая ввозит все это дело из китая но опять же это китай это заводской видимо китай не то что видимая так и есть он вполне может продаваться не только на постсоветском пространстве где-то в европейских странах тоже все-таки есть китайское проникновение товаров китай это такая фабрика громадный завод для всех и всего и вся вот такая вот интересная вещица полтора ватт на то есть здесь таблеточная батарейка вот она вот вот сюда под эту крышечку вставляется пока они продаются везде эти батарейки сейчас сюда батарейка как вот в индикатор напряжения тоже вот такой есть электронный давать сейчас замерю вот я стаканчик тут такое приготовил на что это такое это ножка транспортировочная ножка от дивана то есть они у нас остаются вы знаете я про мебель на канале много чего показываю вот это вот мы откручиваем вот здесь вот эти ножки и ставится уже непосредственно красивые фельдиперсовые ноги на диван на разные на саморезы и вот это вот тоже штучка на саморез крепится и вот у нас их остается много из них можно какие-то поделки потом делать что-нибудь придумаю покажу и вот давайте сейчас замерим допустим диаметр этого стаканчика сколько вот 35 и 9 до 36 там я не знаю но тут вот он допустим 36 поточнее будет я ухватил 36 но он по окружности тоже видите неровные тут он на утолщение здесь он на сужение вот смотрите сколько здесь он 34 то есть мне нужен этот инструмент вот периодически и вот сталкиваюсь что где-то надо что-то замерить где-то подточить и вот примерно хотя бы да не по гостовским параметрам например но 3 4 34 ну вот так давать 33 6 вот здесь 3 4 5 это в миллиметрах да так теперь вот единичная да допустим количество как я говорил минус 02 что-то я не знаю что такое конечно а вот он переключается моментально вот при движении вот если вы делаете 0 и вот допустим вот внутренний диаметр можно измерить 39 короче надо почитать будет этого как инструкцию как пользоваться не знаю точно как пользоваться вот линеечка такая есть вот пять сантиметров здесь а то есть я его шевелю получается принять и надо точно здесь короче присматриваться он учитывает ваши все выпуклость получать вот пять видите точно надо уметь им пользоваться конечно же он учитывает все неровности нормальная тема короче не надо не думать что это какая-то дичь вот он нормально 5 сантиметров вот по краю делать я мерил прикольная тема пусть будет он какой легенький в ящички в кейсике пригодится и вот так вот отключить его пойдет так что друзья если вы планируете все такого плана приобретать тангенциркуль измеритель какой-то да такой вот самый такой оптимальный вариант я видел фирменные такие у меня жаба души конечно по 5 тысяч там по 10 тысяч они стоят и до гостовские штангенциркуля тоже железные говорят чизовские как бы есть консервации челябинский инструментальный завод на счет немало верится но говорят есть такие еще советские таких деревянных вообще коробках таких старинные когда-то они самые лучшие но мне не надо здесь микро микроны измерять и она средняя такое что-то такое примерно там 1 раз подогнал себе толщину ширину и все вот так вот что-то такое и и